у меня обратно очередная полуось проточил и таким образом здесь вот проходила шестереночка хочу здесь нарезать шлицы вот уже в размер этой бабы хи бобыху эту проточил вот здесь будет заход резца здесь немножечко выход так чтобы не сломать нарезать буду резцом будут такие как заводские вот этим рисом буду и резать так но осталось нарезать 2 шлица с 1 и потом еще один и можно будет померить работает это вот таким вот образом патрон вращается полуось стоит патрон вращается работает ходовой винт резец не вот так а вот так и боком стружит по полторы по две десятки вначале по две десятки когда уже больше берет полторы можно может даже одну режет быстро с этой стороны у меня все просто выточил планшайбу для 130 патрона у меня был с десятки конус морзе все это зажал в патроне отцентровал загнал пиноль туда прихватил обварил здесь там такие получилось получился такой это сверлильный это такой патрон для более серьезных зажатий разжать и не знаю пускай будет жрать не просит здесь лицевая часть за гранаты удобно ее хватать с той стороны приварил шайбу чтобы вот упирались шлицы это промерить сейчас как только последний дорежу здесь тоже проточил чтобы она проходила до конца но еще нету двух лицах не знаю по глубине вроде должно быть она промерить попробуем по виду поймем люнет поставил для того чтобы полуось не отгибалась он не вращается чисто вот когда перекинул поджал как есть со всех сторон и все и можно нарезать поставил максимально близко чтобы суппорт в него не упирался вот некой сварки никого нагрева полуоси слегка прошел здесь в размер вот этот 24 миллиметра получается не выход резца тоже проточил потому что без него никак можно врезаться и дальше уже все на автомате сейчас покажу в принципе на штативчик поставлю два шлицы к контролирую весь процесс здесь на улице поэтому вижу сколько углубиться углубиться надо на миллиметр получим как и здесь поэтому лучше показывать уже не буду рука на рычаге 2 на этом штурвале отвел подвел да здесь и там везде успеваем станок постоянно будет включен пока не закончу резать так но я думаю видно да проверяем если надо обнуляем две десяточки не больше полторы поехали никуда не спешу резец подвожу контролирую не думайте сколько быстро но тем не менее не болгаркой все ровненько и так как надо пару раз у меня закусывала ну успевал выключать все это дело ломала пластинки ну не без этого сейчас еще раз на пяти десятках прохожу я уже сюда сюда дошел сейчас уставлю шесть то есть добавил одну десяточку потому что расширяется и площадь уже там поболее будет сейчас вот семь улыбился будем так говорить 8 десяток восемь десяток девять десяток Грубо говоря, в среднем раз в восемь надо сделать проходов, примерно. Полось не вращается, вращается только патрон. Так, я ставлю миллиметр. Тяжело идет. И последний еще раз ставлю миллиметр, чтобы подчистить все вот эти. Все равно ее подгибает, выгибает, даже слюнетом. Все. Сейчас переверну, я не знаю, видно будет. Давайте сейчас на ширик переключусь. Вот так это происходит. То есть, люнет сейчас отпускаю. Не зажат винтами тут от него. Придерживаю, отвожу. И перекидываю на один шлиц. И зажимаю, прижимаю к вращающемуся центру, который в патроне зажат. А теперь люнет сюда подвожу, нежненько. И притягиваю. Все. Вся настройка. Я не знаю, давайте на ширике и поточим. Хотя его не видно будет. Давайте последний, последний, да. Увеличу. Вот так. Пускай увеличенный будет. Что-то я перекрыл себе обзор весь. Пойдет? Пойдет. Проверяю. Обнуляю. И поехали. Полторашечка. Примерно. Два раза прошелся. По одному месту и там нужен. По одному и там нужен. Делаю это первый раз. Поэтому, не знаю, получится нет. Я думаю, получится. Их туда точно не будет. А сколько было? Пять десяток, не помню. Да. Оборотов 440. Подача максимальная на винту. На винте. На винту. Я не знаю, как правильно сказать. Можно еще быстрее включить. Ни к чему. Меня так устраивало. Пока сколько было, я уже не понял. Так, 8-9 ставим. Миллиметр. Последний проход два раза проходил. Тут уже наверняка. Все, сейчас померяем. Ну вот, мужики, в принципе, полуось. Шлицы нарезались. Офигенно нарезались. Понятное дело, что здесь, что здесь, что вот здесь. Все то же самое. Как и... Ну, копия, можно сказать. Оно будет стоять, конечно же, по краю. Вот так вот. Все рассчитано. Остается только обрезать. Все. Влось готова. Никаких сварочных работ. Да, токарные работы. Фрезер не понадобился. Спокойно справился токарный станок. Вот. Как-то так. Сейчас, наверное, еще одну вот такую полуось сделаю. В мосту будут нарезанные шлицы. Не будет сварки. Это вот просверлено. Ну, это почистится. Здесь обварится. И, скорее всего, здесь обварится. Потому что на 90-ю колью там 24. Здесь не получается на 24. Потому что сама часть вот эта тонкая. Ее не хватает. 22. Ну, тут. Проточено. Поэтому буду обваривать и вот здесь еще. Это единственный будет экземпляр, где в мост я нарезал шлицы при помощи токарного станка. Вот. Я думаю, ходить будет. Цементация на шлицах присутствует. Здесь я снял я буквально, там, не знаю, там, миллиметрик, может, полмиллиметрика. Вот. Да, где-то так примерно подровнял. Тут даже где-то вот с краю вверх черный был. Потому что мне нужен был размер 24. Такой же, как и шлицы бабушечка. Но, тем не менее, я очистанул. Все отлично сошлось. Вот. Поэтому вообще четко. Не надо заморачиваться. Единственное, надо будет переделать, убрать патрон токарный, который я сюда ставил и зажимал у него шлицевую часть. Шлицевую часть, она возьму конус морза. Хотя бы отсюда. Потом закажу, поставлю сюда. Так, чтобы ее она стояла подальше. Чтобы задняя бабка не висела. Она у меня чуть-чуть свисает. Что есть нехорошо. И тогда будет вообще все четко. Все четко. Вот. Как-то так, друзья. Ну, вторую полуось показывать не буду. Принцип тот же самый. Соберется, да и все. И будет все работать. Вот. Как-то так. Ладно, друзья. Всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok